Здравствуйте, друзья! Главный вопрос, которым мы все постоянно задаемся, что же дальше, как дальше? И это наша постоянная рубрика на канале «Страна для жизни. Что дальше?». Сегодня у нас в гостях Рыгор Остапеня, политолог, директор по исследованиям Центра новых идей в Беларуси, научный сотрудник Чатман Хаус в Британии, человек, который проводит социологические исследования, у которых не всегда самые приятные выводы. Добрый день, сподар. Рыгор. Добрый день. Дякую вам за то, что нашли час, как с нами поразмовлять. И начнем, наверное, с того, что вызвало очень много вопросов. Последние данные исследования, которые вы обнародовали в начале октября, говорят о том, что сторонников власти в Беларуси 39%. Рыгор, а как так получилось, что все мы думали, что 3%, а вот согласно вашим исследованиям 39%? На самом деле, это по-разному можно смотреть на эту колькость людей, которые себе идентификуют сегодняшнюю систему власти, и колькость людей, которые являются людьми, которые потребуют идеи сегодняшней системы. Я думаю, что в принципе, эта личба, когда третина беларусского громадства. Я думаю, что эта личба, в принципе, она не изменялась за прошлый год. И она, как была в неделе, в женивне минулого года, и она, например, на такой же сегодня и засталась. Поэтому я думаю, что когда мы скажем, чему не 3%, ну, знаете, 3% это был мем. А все же таки, реальность за все было бы иншей. Все же таки, представники, прихильники сегодняшней политической системы, но они складаются в значную часть беларусского громадства. Они складаются в меньшую часть, это правда, но они есть. Это так само нужно осведомлять. Так, я думаю, что шмат учим, какая проблема, к чему эти даджины выкликали такую реакцию, за то, что люди занадто мощно подумали, что вот с оправдой 3%. Ну, знаешь, никогда так не было. Чтобы открутить ситуацию назад, поглядеть иначе, ну, наши даджины показывают, что прихильники перемена у этого большинства. Мы показываем то, что Светлана Тихановская перемогла на выборах президентских в 2020 году. Мы видим то, что Александр Лукашенко – это человек, который не мог чем брать на выборах, потому что у него очень высокий антирейтинг. Но то, что его прихильники есть, и это является значимой частью громадства, ну, это так само правда. Вот вы говорите про высокий антирейтинг. Это вот хотелось бы, чтобы вы обозначили еще раз, что это разные люди и разный процент. Те, кто поддерживает и является сторонником Лукашенко и его формы правления и методов. И те, кто не поддерживает. То есть это те, кто никогда бы за него не проголосовал. По-моему, даже такой вопрос был в вашем социсследовании. И если несложно, напомните, пожалуйста, цифры вот эти вот. Те, кто поддерживает 39%, а те, кто никогда бы не проголосовал. 50. 50. То есть мы бачим то, что это в принципе... Ну, это лишь бы, которая означает то, что человек не обираем. И так само требует понимать то, что, когда мы скажем про это 39%, то там крахуйнах все-таки задавалось вопрос, да. Что это, если вы являетесь вы прихильниками, хуже вы являетесь, а хуже не являетесь, то там вельми расплывчатые отказы так само люди дают. Если мы задаем прямое вопрос, да, те, кто готовы проголосовать за Александра Лукашенко, то там лишь бы на шмат меньше, да. То есть мы видим то, что по поводу наших исследований, там это лишь бы, когда 27%, 29%, то это лишь бы меньше. Есть частка просто людей, которые яны не изъявляются прихильниками Александра Лукашенко, или в принципе яны не кимчином лично, что есть такая форма кирования, она небыто нормальная. Ну, есть такие люди так само есть. Рыго, расскажите, пожалуйста, а как, вот насколько можно доверять сейчас социсследованиям, в том числе вашему, вот как бы вы сами это оценили, учитывая, что в Беларуси в целом соцопросы это большая проблема, потому что они даже были запрещены в соцсетях год назад. И как бы вы оценили уровень страха людей в момент ответов на вопросы? Может быть, я понимаю, что там выборка у вас будет максимально идеальная, какая возможно, но вот сам процесс ответов, как вам кажется, насколько запугано население Беларуси сейчас, и насколько стоит доверять ответам в стиле, ну, я в целом, наверное, поддерживаю? Я думаю, что самое великое обмежевание, которое есть у нас, вот, когда мы проводим социологические исследования, это то, что мне хочется воспринимать, я как гости, кто принимает некое финальное кончатковое решение про стан белорусского громадства. Все хочется, как я выполнил роль центральной выборчей комиссии, и пришел и сказал, ведайте белорусы, вот стан такие, 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 да. Мы социальные доследчики, мы улучшаем то, что есть в громадстве, мы не можем подлищить кожного человека, мы не можем подлищить кожные меркования. Мы прикладно показываем, что отбывается в громадстве. И если мы вспоминаем, что мы показываем прикладная личность, или что мы показываем некие тренды, которые есть в громадстве, тогда для наших задачей стоят люди на шмат спокойней, и наиболее правильно их разумеют. В принципе, мы безумовно скажем, что есть, и в белорусском громадстве страх. И мы видим, что есть те, кто, например, людей, которые обновляют собрать дело о пытаниях. Те, которые сейчас выбирают промежковый вариант, затрудняются ответить. Те, кто не хочет отказывать на пытаниях. Только мы все эти вещи видим, и мы сейчас про них говорим, что если в белорусском комитете страх, и тому, как и ласково, понимаете, все социологические, так же с некой покорой, что есть обмежевание в методах выручения сегодняшнего громадства. Потому что то, что мы делаем, мы делаем, конечно, нелегально, по факту. По сути, мы порушаем... Я лечу, что это, конечно, девичье лада порушает девичье законодавство. Давайте крыху иначе, да? Яны лечат, что мы порушаем девичье законодавство и проводим нелегально подобные социологические доследования, потому что яны в Украине заборонены. И если бы у нас были лепшие умовы для проведения социологических доследований, мы бы, конечно, делали и больше разных социологических доследований, которые давали бы лепшую личбу, больше докладную, трапную. Но в арте просто уличивает то, что мы показываем прикладный стан. И в этот прикладный стан показывают некоторые простые речи, что Александр Лукашенко необираемый человек, что у Александра Лукашенко есть поддержка, и она просто не такая великая, как он бы хотел. Аллея на Яснуе, и это третина белорусского громадства. Мы показываем то, что стан сегодняшнего громадства довольно складанный, что шмат людей думают про эмиграцию. Мы бачим то, что сопроводы в Беларуси и яснуют проблемы с беспекой. То есть, что большая громадство не отчувает себе у беспеции у сегодняшней Беларуси. Мы показываем то, что белорусы думают, что Беларусь может наподкать экономичный кризис. Или одночасовым показываем то, что некоторые люди думают, что белорусская экономика теперь развивается. Мы бачим то, что Беларусь разная, и что истинуют разные громадские процессы. И когда люди начинают разумевать, что это просто важно обучать громадские процессы, то есть не важно ставиться до нас, как до человека, который должен выполнять функцию ЦВК. Тогда все становится на шмат простей. Я просто думаю, что шмат очень критика, заснованная на том, что у беларусов нема мощности выбирать, нема мощности поравновывать социологические дадзины. На великий жаль, шмат, кто проводит социологические дадзины, и не публикует своих выникнов. В тот момент, как мы публикуем. И когда бы другие организации так же публиковали, мы бы побачили то, что их личбы шмат очень подобны для наших личб. Регор, большое спасибо за вот эти уточнения по вашему социологическому исследованию. Мы обязательно для наших зрителей оставим ссылку на то, чтобы они могли ознакомиться. Я бы сейчас, наверное, хотел спросить у вас больше ваше личное мнение, как человека, у которого огромный багаж знаний, информации и так далее. Вот год назад вы говорили в одном из интервью о том, что Беларусь входит в сложнейший политический кризис. И это понятно, заметно и ощутимо. А также вы сказали, что Лукашенко уйдет только через кровь. Да, это ваши слова. Спустя год вы бы изменили формулировки какие-нибудь, или все остается так же? Я думаю, что мы видим на властной очереди то, что политический кризис в Беларуси вельми затяглый. И, правда, Александр Лукашенко потребует вельми шмат крови для того, как сойти с сегодняшней своей посадой. На великий жаль, что этот кризис будет затягнуться еще некий час. Потому что мы видим по всех индикаторах, по тем, как поводят себя силовики, по тем, как поводят себя сегодняшняя вертыкаль управления. Я думаю, что они собираются долго потребовать крови. И это, на жаль, такая правда, о которой мы все не знаем. А готов ли белорусский народ и белорусы в целом вот к такому варианту событий? Задавались ли подобные вопросы во время социологических исследований? Насколько, как бы вы оценили, насколько сейчас возможна радикализация протеста, который уже давно ушел с улиц? Тут довольно сложно сказать, потому что процесс радикализации это не то, что можно добро замерить в процессе социологических исследований. Потому что, когда нечто вспыхло, это вспыхло. Это не то, как можно так отсочить. То, что мы видели ранее, мы сделали подобные замеры год тому. Мы видели то, что был некий запад из невеликой части белорусского громадства, из некоторых процентов, на радикализацию, на то, как быть больше активными, гвалтовыми. Но при этом мы видим то, что большая часть белорусского громадства остается верным принципом негалтованного сопротива. Поэтому я думаю, что мы будем жить в этой ситуации, когда все-таки белорусский протест станет мирным. Рыгор, скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, санкции? Вот уже четыре пакета есть, тут обещают пятый в скором времени, в ноябре. На ваш взгляд, насколько сильно пятый пакет повлияет на ситуацию внутри страны? Пять пакет санкций. И возможно ли давлением извне, санкционным давлением, какое-то изменение в политическом поле Беларуси? Я думаю, что нужно просто понимать, что санкции не существуют в вакууме. Если мы понимаем, что заход введет некие санкции, или параллельно Россия будет датовать режим Лукашенко, то фактически гроши у режима Лукашенко застаются. Если будут протягиваться дальше набирание неких кредитов за Россию, и так само хорошие у режима будут. Поэтому до всех санкций варто подходит, что они должны быть заточены на некие конкретные люди, на некие конкретные сферы, чтобы это было наиболее болевым для режима. Например, мы видим санкции супер из Беларии. Мы понимаем, что Беларусь находится в дырыном состоянии, что мы видим, что Беларусь напевно губляет. Легко ли задуматься, на колький режим Лукашенко стал верой? Ну, это не так уж прямо... Ну, собственно, надо отказаться. Ключей за все пострадали больше беларусы, чем режим Лукашенко. Поэтому я думаю, что очень важно оценивать, как там будет выглядеть пятый санкций. Я просто уверен, что он будет накированный супер из Александра Лукашенко, и что он будет накированный на людей вокруг него, не будет накированный, видать, так стрельнуть по веробьям, как бы, с ружья. Что он будет максимально заточен на некие конкретные уразливости сегодняшнего системы. Вот вы когда говорили о санкциях, сказали то, о чем многие догадываются, многие понимают, что пока будет поддерживать Россия санкции, не так страшны для Лукашенко, потому что всегда будут деньги. Согласно вашим исследованиям, какой сейчас процент поддержки объединения Беларуси с Россией? Я имею в виду вот этого полной интеграции, о которой нам постоянно говорят из телевизора. Я думаю, что этот процент вырос. Незначально ли он вырос. И так само, что важно разумеется, он наибольший раз здесь среди прихильников Александра Лукашенко. И это связано с тем, что они ощущают, что они находятся в таком заточении, что их больше никто не поддерживает прочь России. Силовики сидят и разумеют, ну, например, что завтра Лукашенко не станет. Кто их оборонится? И они думают, что только Россия может их оборонить. И когда мы поглядим на белорусское громадство, то есть группа процентов 20-25, которые хотели бы поглубление интеграции из России. При этом вся остатная часть громадства все-таки спокойно ставится до сопротивления из России. Тобак белорусы хотят просто иметь добрую экономичную совесть из России. Вот то, что хотят белорусы. Белорусы у своей большинства не хотят поглубления интеграции, не хотят супольной внешней политики, оборонной политики и так далее. Не хотят российских абиабаз. И всего того, на что сегодня погаджается Александр Лукашенко, как заховаться во владе. Рогор, на ваш взгляд, какова вероятность того, что в феврале действительно состоится референдум, на котором будут приняты решения по изменению некоторых моментов в Конституции? Вот так вот оценивая сейчас все то, что вы можете видеть, читать, от тех, кто до сих пор удерживает власть Беларуси? Я думаю, что этот референдум отбудется. Это связано с тем, что они очень много времени про их скажут, и очень много рекламуют таким чином. Я думаю, что они не понимают, что делать с референдумом. Мы видим, что референдум стал просто чемоданным безручным. И он сгубил весь свой сенс, потому что он пропонувал себе некий вариант выращения политичного кризиса. Мы видим, что по поводу Александра Лукашенко кризис уже закончился, потому что они раз репрессии просто знищили частку белорусского громадства. Альбо знищают частку белорусского громадства. Поэтому теперь я не воспринимаю референдум. Я, конечно, не изразумел для самих себе. И теперь для чего я его проводить, так? Не до конца ясно. Он может створать все белорусский народный сход, как некий державный орган. Ну, это не до конца ясно. Александр Лукашенко хочет остаться во владе просто президентом. Он не хочет быть руководителем всебелорусского народного схода. Ну, а теперь у меня есть некая динамика, которую они обещали еще в дни минулого года, что они проведут референдум. Ну, и будут все его проводить. Я думаю, что выйдет довольно бесцензованно. И никаких изменений в политической системе не будет. Я могу с вами увидеть, что в самую Конституцию будут записаны некие переходные периоды, да. Умол, окажется, что мы поменяем систему, а либо просто пять лет. А похуде, что у нас все застанет свой стакан. Ну, такое, в принципе, и происходит. Потому что есть шматы в законах, есть некие часто переходные периоды. Я целиком могу увидеть себе такую ситуацию, что Александр Лукашенко скажет, что мы сделаем всебелорусский народный сход, например, державным органом, я туда перейду, а либо в 2025 году. Ну, что-нибудь такое. Я думаю, что весь сцен с бузерельми размазаны. Да, и звучит это все не очень радужно, но хотя выглядит смешным. Рыгора, как вы думаете, вот сейчас есть несколько предположений, несколько версий, несколько предложений до белорусского громадства? Что, собственно, делать, когда будет объявлен референдум? Кто-то говорит, что нужно бойкотировать и не идти. Кто-то говорит, что нужно идти и голосовать против любых изменений. Кто-то говорит, что нужно идти и портить бюллетени. Вот на ваш взгляд, ваше мнение, что лучше предпринять белорусскому обществу в момент, когда будет объявлен день референдума, и бюллетени будут вброшены, и всем все понятно. Но что делать? На самом деле, это довольно складанное питание. Я думаю, что, как отказать, надо совсем немного подумать, каким образом нам это правильно сделать. Самое основное, я думаю, что очень важно, это захование единства. Какое решение не было принято демократичными силами, оно должно быть больше-меньше одним. Что я буду спритрымливаться все, и не будет бачного раскола. Потому что весь час, режим различных раскол, что он неким чинам отбудется, и тогда они задолюются это скоростной для того, как демонстрировать много таких прихильников, переменов. Поэтому это самое основное. Это захование единства. Все остальные варианты, видать, это уже нужно выращаться, сходя из некой политической логики. Мы видим то, что в практике удел, он больше мобилизирует людей. Например, выбор 2020 года. Если бы был обвеченный бойкот, то ничего не произошло. Но было обвечено то, что мы удельничаем, что мы принимаем удел до самого конца, и соответственно тому, как бы люди весь час мобилизовались. Наколько теперь это реалистично будет у лютого 2022 года? Это так само складанное питание. Если будет это мобилизация людей, то не будет она мобилизоваться. Все же таки он должен понимать, что уровень страха, уровень отчаяния, он теперь достаточно великий. И требует неким чином его уличить, когда мы предлагаем политические решения. Поэтому я думаю, что для таких отказов нужно отшукать людей, которые больше хотели бы мать в себе явление, что стоит делать. Я, широкая, был бы очень осторожен тут в неких пропоновах. Главное, как на сегодня, это то, что это решение должно быть одним. И что это решение должно быть таким чином умоцовывать большинство, если какая выступает в суперсрежиме Лукашенко, а не надворот. Рыгор, а что говорят ваши социологические исследования по поводу рейтингов узнаваемых лиц оппозиции? Будем, наверное, так называть, потому что так в ваших результатах есть штаб Светланы, офис Светланы Тихановской, НАУ Павла Латушка. Какие рейтинги и не падает ли доверие? Это, наверное, важный вопрос в преддверии вот этих всех инсинуаций референдумных. Если говорить про познавальность, то белорусы ведут всех головных политических акторов, которые есть в Беларуси из демократичного руха. Это такие люди, как Светлана Тихановская, Виктор Бабарыка, Валерий Цыпкал, Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Павел Латушка. Все эти люди добрые. Что самое интересное, они на самом деле больше известны, чем, например, представители сегодняшней девичьей власти, как Владимир Макей и Владимир Каранник. Наталья Качанова считалось, что Владимир Макей уже 20 лет является одним из важнейших людей в политической системе, но сам речь, его виды не так много людей. Это, в принципе, показывает, что люди не интересуют белорусскими чиновниками, они воспринимают белорусскую политическую систему про призму Лукашенко. Если говорить о том, насколько люди доверяют представникам демократичного руку, насколько они готовы за их голосовать, в принципе, мы видим очень простую речь. Кто бы не вышел в другой тур с Александром Лукашенко, Виктор Бабарико, Павел Латушка, Светлана Тихановская, они помогают с Александром Лукашенко. Это может быть разными процентами, но по факту все симуляции, которые мы проводили, они показывают то, что профессионал демократичного руку перемогает Александром Лукашенко, когда они окажутся в другом туре. Это самое важное, что теперь есть. Когда продавец, то у разных организаций, потому что некоторые больше популярные и меньше популярные, есть которые берут большую активность на себе, например, в офисе Светланы Тихановской, они больше активны, и соответственно решения, которые не принимают, они так само бьются по их. Есть решения, которые их более популярными, а есть решения, которые меньше популярными. Самый искренний приклад санкций. Одночасово офис Светланы Тихановской больше популярными сирот наибольших прихильников протеста, одночасово делает офис Светланы Тихановской менее популярными сирот тех, кто аккуратно поддерживает протест. того, мы видим, что это идея не выходит супер между собой, но все демократические организации имеют доверие, который больше, чем доверие Александра Лукашенко, который показывает, что если в Беларуси лечили голосы, то у Александра Лукашенко не было бы шансов стать президентом. Да, это был вопрос к тому, что когда случится объявление даты референдума, и если демократические силы будут призывать к какому-то определенному действию, либо там бойкот, либо порча бюллетеней, либо что-то еще. Я спрашивал, чтобы попытаться понять, насколько это будет воспринято белорусским обществом, и смогут ли белорусы показать, проявить ту солидарность и политическую волю, которую проявили в 2020 году в августе. На ваш взгляд, возможно ли это? Возможно ли в каком процентном соотношении? Учитывая, что там было огромное количество людей, которые поверили в возможность перемен по предложенному сценарию. Насколько это возможно во время референдума? Я думаю, я думаю, что это все будет упираться на сколько один будет это решение. Если это будет один решение, которое будет потребовать офис Тихановской, штат Виктора Бабарики, организация Павла Латушки, и все другие представители Ютуба, политические, громадские активисты, то мы увидим то, что люди будут сопротивляться к этой позиции. При нам всего есть наиболее люди, которые отличаются противниками протеста. С другой стороны, стоит понимать, что есть часть белорусского громадства, которая называлась «болотом», мы их называем нейтралами или людьми назиральниками, и они будут смотреть на то, какого варианта будет для них более безопасным, и какого варианта будет комфортным. Они не хотят рисковать. Мы видим то, что в белорусском громадстве есть группа людей, которые являются преимуществами, но они не рисковать собой. Понятно. Нет травмоопасных, короче. Только когда им будет пропонован некий вариант, который беспечный для них, они больше-меньше будут для его денежки. Спасибо большое. Есть над чем подумать. Нужно придумывать безопасные варианты. Рыго, расскажите, пожалуйста, в ваших социсследованиях задавали ли вы какие-нибудь вопросы, видно ли, может быть, как-то это по результатам, что с забастовкой в Беларуси, возможно ли она среди белорусских рабочих, и если есть какая-то у вас информация в этом статистика, что говорят рабочие, что говорят на заводах, что говорят родственники тех, кто работает на заводах, может быть, есть какая-то вот какой-то, какие-то цифры, чтобы понимать, насколько вероятна та самая пресловутая забастовка. Мы непосредственно про саму забастовку пытались только вот тому, когда мы учили разные формы протестов, насколько люди готовы, что хотели. Мы тогда видим, что, например, много людей ходили в уличные акции, много людей подписывали коллективные звороты, виды звороты, чтобы это было все популярно. с забастовкой и с экономичными формами супротивового режима есть проблема в том, что на самом деле белорусское громадство довольно бедное. И когда мы думаем про некие такие формы супротивов, то они упираются в то, что люди не могут дозволить себе забастовки. Потому что есть люди, которые зарабатывают несколько сотен долларов в месяц. и когда мы говорим, что эти люди нужно разыгрывать и пойти на забастовку, то для многих людей это является выкликом. Будут люди, которые могут этот выклик принять, есть значительная часть людей, большая, которых этот выклик принимать не захочут. Поэтому я думаю, что когда кто-то из политического поля предлагает такие варианты как забастовка, он должен все-таки тяна. Они должны увеличить. Беларусы не поддерживают такую идею, и это будет приведеть до того, что в следующий раз будет потенциал працованных людей, працованных людей, которые выйдут на забастовку, и просто тратят свои працы. Поэтому я думаю, что я не хочу демотивировать, но именно такие формы как забастовка, и на Урации могут быть популярны среди белорусского организма. Рыгор, спасибо большое за то, что уделили нам время, спасибо за откровенные конкретные ответы, спасибо за то, что поделились своим мнением. Ну и на связи, до встречи после следующих результатов, следующих социологических исследований.